Мы еще свой лимит не исчерпали. Итак, Тимур. Всем привет, Северная Карелия. У нас угроба больше 60 сантиметров. О боже, это ж по пояс. Днем, конечно, уже плюс сельцев, саженцев 150 штук. С учетом этого моя самая сложная работа скапывать, но я не сдаюсь. Холмы, холмы, холмы. Чем больше снега, тем больше выше должны быть холмы. Так, Алексей Виноградов. Ждем. И самое главное, как выживаю, как вспомню. Бах, присылает мне реестр. 100 плодопитомников, укравшие мои фотографии. Вот прям целый это. Вот 20, 20, прямо сгруппировал. 20, 20, 20, 20, 20. И тогда я понял, как та бабушка, которая посмотрела порнофильм и воскликнула, жизнь прожита зря. Вот, посмотрел, я думаю, я работал на мошенников много лет. Самые выигрышные, самые красивые фотографии мирового уровня оказались у меня. А значит, той сотни сайтов. Самые мои роскошные фотографии. За кого их не выдавали. Персики назвали Сибиряк. Какой дурак не купит. Персик Сибиряк. И гонят эти, южные, под эту марку. И еще сотни примеров я приводил. Вот, поэтому, когда я увидел, что что-то пишет винограду, я сразу вспоминаю, как я ему благодарен. Я узнал, что я все эти годы работал на... Я работал на мошенников. Слушайте, я только начали писать и писать. Вот, смотрите, ребят, я не тороплюсь. Да, у Тимура 150 сельсов, Сармс. Серьезный мошенник. А копать, да, придется много. Вот. Придется много. Теперь мезя, на время кашлиц, прошу сохранить сорт абрикоса. Маточное дерево сломано, а сорт уникален. Здравствуйте, а какой сорт? Вы же написали, какой сорт. Это у вас сломано. Вы подозреваете, что она целая. Олег. Давай, это, колеси. О каком сорте речь идет? Олег Мань. Здравствуйте, я в ряду кашлинц. Подскажите, какие черенки и сыринокольщики у вас есть в наличии. Отвечаю. Это важный вопрос. Может, у меня одним покупателем больше станет. Итак, первое. Вы написали черенки. Значит, абрикосовые черенки практически весь список. Может, кроме одного-двух, я сейчас и не вспомню. Так. Значит, слива полсписка. Но несколько уникальных сортов с ним в наличии есть. Есть стартовый супер сорт. Так. Сонир Востока, может, 1-2 есть еще? Церезь Усада моего. Может, нету. Дальше. Петюрск прекрасный сорт есть. Венгерки есть. Венгерки. Где моя родина. Там моя родина, там, где я родился, там пригодился. В колхозном саду мы собирали венгерки. Вот. Чудо. До сих пор для меня идеально. Хотя есть сорта и коробки. Я роскошь и слаще. Но венгерки для меня все. Так что будем, кстати, сливы есть. Груст совсем мало. Несколько сортов осталось. Яблоки еще меньше. Сорты 4. 5. Печать не буду. Несколько черенков персика осталось. Так. Ну, есть вещи, которые только для специалистов. Это подвойные венгерки, подвойных материалов, которые могут пригодиться только. Например, химера фаины. Это может быть шедевр без шедевра. А может быть плоды 30-40 грамм. А это химера фаина. Заметьте, химера. То есть, не чистая фаина, а что-то среднее между подвоем и привоем. Но интересно же. Ну и так далее. А кто касается тарсину костик. Ну, я считаю, что у меня еще запас неплохой. И продать гранатурги, яблоки, косы практически все. Сливы почти все. Так. Подвойные груши, подвойные яблони, семечки все есть. Привоенные особо я тоже есть. Ну, там, знаете, семечки, допустим, колновидные яблони. Надо оно? На ваше усмотрение. Надо ли семечка мелбы? Вот уже семечка мелбы нет, а семечка мелбы есть. А оно вам надо? В общем, заказывайте каталог, а в нем все, наверное, разописано. Это я ответил, присею. Еще, если все равно, и, ребята, вот сейчас только вспомнил. Я хотел, но не успел, не дошел до этого. Сухие семена, я еще больше, чем субтитрован. Пожалуйста, не ждите, что я еще год проживу. Сейчас, я же сказал, что 40% скидка, это уже для всех. Кто и новичок, не новичок, кто закажет, семена сухие. 40%, почти половина стоимости вашей. Вот, эти же абрикосы, эти же сливы, эти же вишни, явно не лучше. Все семена от предстоимости 60% покупайте. Вот, сухие. Положите их в эти небольшие стеклянные баночки. Итак, сухие, держите в холодильнике, я вам клянусь, что под придет время, вы их застричируете, и у них схожесть будет как минимум не хуже, а многие считают уже лучше. Когда пришло несколько писем, я чуть со стула не упал, после первого писем. Валерий Алексеевич, мне не надо этих свежих, мне прошлогоднее. Вот, я вас брал, а они лучше сходят. Видите? Так что, давайте так, скидка солидная. Кто меня слышит, кто мне видит. Сделайте запас на следующий год. И пожалеете. А вдруг, в следующем году я не буду, вот, на экране. Все. Так, что с вами делится? А-а-а! Итак, Олег Олегович, вы мне прислали несколько членков, я их должен привить. А то вы пишите, как вы там написали, сохранить коньков. Да я это самое, с гроба встану, но я привью то, что вы прислали. Понятно? Это теперь я, этот, как она, крайний, теперь я, как вы раньше говорили, право фланговый теперь я. Конечно, сохранил. Тут вопроса у меня. Это самое главное. Я уже наметил десяток апрекосов в третьем этаже. Веток вот таких, по пять, по десять, по двадцать наказал. Привай, привай, привай. Буду количество брать. Руки уже не те, руки уже, нож плохо чувствует. Вот, уже как-то называется. Вот эти болезни. Уже, я считаю их уже возрастные. Сделаю. Теперь я понял, что будет. Так, больше всего волнуюсь за прививки слева с универстоха. Еще бы. Черепи и семечки брал у вас. В том году вымахали метр восемьдесят прививки. Фото присылал, может помните. Верхушки под горжи. Но это с учетом очень короткого лета, остальное все живое. Короткое лето, извините, я не успеваю тузырь. Север Харелия, это еще короче лет, чем у меня. Вот белые ночи. Так, зачем мы про 40% тут сказали? Так, с трудом держись, чтобы еще не заказать. Походу придется. Так, что, разве плохо, что я скидку 40 делаю? Хе-хе-хе, а, понятно. Если бы я не сказал про 40, вы бы заказывать не стали, вы просто не считаете. А теперь, куда вы денетесь, видя что 40%, теперь вы уже точно заказываете. Правильно? Все. И что, я не разорюсь. Вы больше заказываете. У вас 150. Пусть у вас будет тысячи. Так, теперь еще кое-кто пишет. Опять будем ждать. Олег Олегович. И, ребята, давайте закругляться. Может, все-таки следующий фебинар проведем. Давайте так договоримся. Вы подгоняйте своих знакомых. Вот. У нас просто круг не расширяется. Там кто-то здесь написал, я новичок. Это исключение с правилами. Те же люди. Те же люди. Это целе самое, что каждый день человек доказывает, что Бог есть. Уже и так знаю. Все, кто знает, что есть. И прийти еще опять доказывают. Так и тут. Дочки нужны. Помогайте. Так. Вот тут еще интересны уже письма из фотографии. Вот уже материал для следующего фебинара есть. Посмотрела ваши видеоматериалы и понимаю. Не нужно трогать дерево. Пусть развивается, как ему хочется. Ой, какая волнится. И опять. Можно ли заказать черенки шелковицы? Ладно, завтра поеду, срежу еще. Вот. Срежу еще. Я боюсь, когда нарезать. Я когда нарезал, это было ноябрь, декабрь. Это очень опасно. А сейчас все равно обрезку делать, которая приближает увеличить количества Синько. Могу еще десяток свежий. Так что это уже Ирина Смирнова. Ну, давайте, Ирина, заказывайте. Показывайте, заказывайте. Видите, это все по ходу. Тут иная акция в WhatsApp. Вот. Интересно, пришло, пришло, пришло. Тут такая страшная фотография. Палец весь в крови. Вот. Это наш друг, Сароватка Олег. Вот с этими ножами, да? И вот получилось так. Ну, это же имена, это же разговорили. Слушайте. Значит, вторая женщина сказала, я тоже хочу нож специально для девушек. Чтобы он был. Ручка чуть-другая, лезвие чуть-поуже, чуть-чуть. Ну, как бы под женскую руку, скажем так. Женская рука, это ближе к детской руке. И тогда, вот. А у него же искалечен, или как там, травма у него. Я так боялся, возьмет и скажет, все, возвращай деньги обратно. Мне сказал, буду делать. И вот свежее письмо. Когда я написал про именно, что надо еще хотя бы один нож для женщины. Один-то уже вышел. Так. Сделаем даже для 80-летних, 80-летних девушек. Где нам взять садоводство, 80-летних девушек? Эх, мечта, мечта. Рано, Олег, спасибо, что откликнулся. Значит, ты не потерял энтузиазм. Скорость у него будет порядка в 2 суток, 2-3 ножа. Вот. Здесь еще немедленно. Из аратрана немедленно. Ну, пока так. Работа обеспечена. 5-6 заказов оплачены. Сейчас, на данный момент. Ну, а дальше от вас будет зависеть. Хотите, обеспечьте его работу. Ради бога. Он не против. Так. Мой общий совет. Это его всем. Сажайте, привайте, потом будете жалеть, как я, что не занялся этим раньше. Да, Олег. Тебе мой 17-летний институт «А, нет, у тебя бы тогда ничего не вышло. Тебя бы там быстро сделали этим самым. Серой серостью бы ты сделали. А личность это стал в саду, уже будучи, сформировавшись человеком. Соседка видела мои урожаи. Слышала снова агротехники. И все равно обрезает, белим выгребает листву из-под деревьев. Вот это все. Тут, ребята, закон нужен. Давайте так. Мечтать не вредно. Итак, Дума получает по полмиллиона зарплату в месяц, чтобы доказать, что они зачем-то нужны. Они же не могут победить преступность. И все. Сейчас бы, если бы расстрелы в основном... Вот смотрите. Это серьезный разговор. Серьезное дело. Представим себе, человек убил там троих-пятерых на глазах всего города. И ему полагается... Это генетический мусор. Нормально человеку убивать не способен. Вот я направился. Особенно убивать. Вот. А он убил. Приговаривается пожизненно. Нет. Приговаривается в смертной качестве со срочкой. А срочка может быть месяц, год, 10 лет. И теперь представьте себе состояние человека, который ждет и не знает в каком месяц, где его казнят. Представили себе? Хоть петли есть. Вот это страшное наказание. А пожизненно? Ничего. Переживем. И охрану подкупим. И наркотики принесут. Понимаете, да? Жизнь везде есть. Я к чему это говорю? Надеюсь, вы меня поймете. Вот. Это значит, что у нас нужно менять психологию само собой, но и законы нужно менять. Вот, например, почва неприкосновенная. Заточка. Ладно, там за гриб 7 лет дают, что то, что человек, не знаю, взял и на жареху понес гриб этот самый. Тот же самый по досине. Тот же самый. А здесь, выгребая листву, он лишает здоровья. Он обрекает на голод дерево. Это какой-то длинный путь, если где-то через корову пропустить, траву через корову пропустить. Потом много лет надо ждать, пока она перегниет, получится компост и компост перевезти в саду, хотя перед этим в саду он и лежал компост. То есть прошлогодняя трава, скошенные построгодние листа, листва, все это было. И представьте себе, что если следят с линейкой за высотой дерева Германии, и чтобы, не дай Бог, эту рыбку не поймать вот такой длины, а почему нельзя запретить еще и следить за этим, чтобы не дай Бог он выгреб траву из сада скошенную, листву. Вот даже тут польза была огромная, чтобы захотела бы эта соседка, ее научили, надо выгребать, а потом же время от времени горят целые поселки. Сейчас же костры нащут же, вот сейчас же снег сойдет и все, костры будут по всей стране. Многие превратятся в пожарище, будут гореть десятки дач, целые селы выгорают, а если траву не трогать, жить-то нечего. Почему нельзя законодателю, видите, куда я замахнулся. Вот, гражданин России жертв. А то это все равно обрезает, белит, погребает. не уберите на всех, только через закон. Так, Алексей Виноградов, давайте пишите, мы с вами разговариваем по считреца. все, блядься, гриб. так, мы общаемся с Борисом Личко, не обращайте внимания. То есть, общайтесь с Борисом, а нам уже можно с вами со всеми прощаться, да? Так, все, а нет, теперь Борис пишет. Все, Борис пишет Виноградов, Виноградов пишет Борису. Так, давайте тогда мы с вами расстанемся, прямо сейчас. Все, договорились, вот так, семечки есть, черенки еще есть. вот, и пока еще никак не можем расстаться с посредствами зимы, надо успевать, пока не просули деревья, добывать все, что можно садить, все, что можно поливать, и ножи добывать, и черенки добывать, семечки, кошки, ничего не поздно. На этом я с вами прощаюсь, друзья. До свидания. Продолжение следует...